Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами опять на связи Олег Алабгудовин. Как вы знаете, я популяризатор массажных технологий и других целесно-ориентированных практик. И сегодня я вам хочу предоставить одно такое интересное упражнение, которое нужно обязательно делать всем. В домашних условиях его можно делать спокойно. Вам не нужны таблетки, вам не нужны проблемы со своей спиной, вам не нужно обращаться к врачам, к мануальным терапевтам. Вы можете помочь себе сами, своими собственными руками в домашних бытовых условиях, где бы вы ни находились. В офисе, на работе, на отдыхе, в туристической поездке. Где бы вы ни находились, вы можете помочь себе. Давайте определимся сначала, в чем проблема. Дело в том, что проблема у нас у всех, вы не поверите в том, что мы люди. А раз мы люди, то мы единственные млекопитающиеся, которые прямоходящие. При этом никто не отменял великую глобальную мощную силу, которая на нас, на всех влияет. Это, как вы думаете, что? Правильно. Это гравитация. Гравитация нам не дает прожить тот ресурс, который в нас, в наших органах заложен от природы. Мы, поверьте, люди, обычно можем жить, наши органы для этого предназначены 200, 300 и 400 лет. Но не получается почему? Не получается, потому что та самая гравитация давит на нас вниз. Во-первых, воздушный столб, воздух и килограмм 18 давят на нас постоянно, на наш корсет мышечный. Во-вторых, гравитация давит на позвоночник. Позвоночник спрессовывается из-за того, что мы ходим вертикально. Ни у одних животных нет таких проблем, как грыжа позвоночная, как радикулит, сколиоз и так далее. Потому что они горизонтально ходят, они тянутся при этом постоянно, они сами себя развивают. А люди про это забыли. Люди ходят на работу, устают, не тренируются, ложатся спать на неудобную кровать, сидят все время за монитором, за компьютером, за рулем своего автомобиля. И у них не получается восстановиться. Так вот, есть для этих целей один маленький секретик. Он заключается в том, чтобы мы регулярно, достаточно часто переворачивались вверх ногами. И, поверьте мне, это очень интересно. Дело в том, что таким способом мы тренируем свой организм, мы тренируем свою мускулатуру. Можно просто повисеть, вообще это очень полезно, всевозможные растяжки. Повисеть на турнике. Когда вы висите на турнике, у вас растягивается позвоночник, но при этом, особенно если мужчина грузный, особенно если вы в возрасте имеете лишний вес, то это на самом деле очень тяжело. У вас растягиваются не те мышцы, которые нужны. Все равно плечевой корсет становится закрепощенный. Ноги, позвоночник, поясницы держит ноги, и ноги тоже, как бы вот в этом месте, где поясница совмещается с крестом, тоже до конца не раскрепощаются, поэтому вы полностью не растягиваетесь. Это упражнение становится бесполезным. Есть такой вариант, как инверсионные ботинки. Ну, по сути, это не ботинки, это такие крючки, которые цепляются вам на щеколотки, и вы ими вешаетесь, прицепляетесь к какому-нибудь турнику и висите вниз, растягивая свой позвоночный столб вверх ногами. Вообще-то это полезно, конечно, висеть вверх ногами, хотя бы раз в день это обязательно нужно делать. Для чего? Ну, во-первых, опять разгружается позвоночник, что мы и добиваемся, да, раскрепощаются вот эти мышечные блоки в организме. Во-вторых, вы тренируете свое давление головное, черепное, глазное, потому что вот эти капилляры, которые находятся во всех этих органах, вот эти капилляры, которые находятся в нашей голове, они забиваются, они становятся слабыми, неупругими, потому что не тренируются. Но их также можно тренировать, как и обычные мышцы. Когда вы качаете мышцу, она расслабляется, растягивается, напрягается и сжимается при этом. Понимаете? Так же и наши капилляры, они сжимаются, расширяются, сжимаются, расширяются. Поэтому, когда мы переворачиваемся раз в день хотя бы вниз головой, а это нужно делать несколько раз в день, мы тренируем капилляры, они начинают разжиматься при увеличении давления в голове, потом мы переворачиваемся в обратную позу, вертикальную, головой вверх, ногами вниз, и капилляры сжимаются. И таким образом мы тренируем свое собственное давление, и у вас никогда не будет скакать давление, ну, например, с возрастом. Но, опять же, это упражнение не для всех. Что можно посоветовать? То, что могут применить любой человек в домашних условиях прямо сейчас, и сделать это достаточно просто. Есть такая удивительная доска, она изготавливается очень просто. Она называется, смотрите, выпрямитель позвоночника, вот смотрите, видите, прямая доска просто под некоторым углом весывается на стенку, вот так вот касается пола, человек подходит, ну, в данном случае там девушка подошла, видите, она за нее схватилась руками, вот, да, можно потянуться легонечко, потянуть ноги, покрутить тазом, пояснице вправо, влево. Главное самое упражнение делать медленно. Самое главное упражнение делать медленно, не торопитесь, в этом как раз и есть смысл. Это микродвижения, которые помогают вашему позвоночнику встать на место, избавляясь таким способом от грыжи, от всевозможных сложных затруднений в позвоночнике, от усталости между лопатами. Уважаемые дамы и господа, вы не поверите, но эту доску, конечно, можно купить, но вообще ее можно построить дома, сами, своими руками, это всего лишь обычная доска, вот такой ширины, 2,5 метра длиной, сверху у него делаются ручки, сверху делается небольшой крепеж, чтобы она, к стене был упор примерно 30 градусов, меняющийся, ну, может 30-45 градусов. И, соответственно, вы цепляетесь за эту доску руками, висите, провисаете мягко, свободно, в этом как раз и суть делать микродвижения, не нужно ничего сверхъестественного, не нужно рывков, именно микродвижения вас спасут, вы избавитесь от грыжи, от растяжений всевозможных, от радикулита, вы такую обретете силу своего позвоночника, про которую вы даже пока еще себе не представляете. И вот смотрите, вот, кстати, человек, видите, как он сделал доску сам, своими руками, вот в домашних условиях сделал, там уже, видите, сделать два крепежа для рук и для ног, можно, кстати, переворачиваться на ней так же, вверх ногами на эту доску, то есть вы цепляете за эти же ручки, вверх ногами, ступнями, да, и висите, провисая вниз головой. Методика сама по себе очень проста, дело в том, что для того, чтобы получить результат, необходимо создать условия, например, при лечении позвоночника, в основном получается, что у нас используется методика для лечения, хотя я его фактически разрабатывал для профилактики, даже устройство, тренажер, назвал профилактор, но на сегодняшний день именно с целью профилактики у нас пользуются 2%, а 98% пользуются методикой именно для лечения. Уважаемые дамы и господа, давайте приведем вот такой вот маленький экспериментик. Вы знаете, от чего у нас проблемы с позвоночником? От того, что мы вертикально ходящие, от того, что мы люди и на нас действует гравитация. От этого наш позвоночник постоянно сжимается, происходит компрессионное сжатие дисков, вылазят грыжи, вылазят всевозможные проблемы типа радикулита, происходит масса других проблем, потому что зажимаются нервы и страдают многие внутренние органы, происходит опущение почек и других внутренних органов, все из-за гравитации, происходит утяжеление ног, в них отечность возникает, возникает варикозное расширение вен, лимфа канала не чистится, не может лимфу вверх поднять, не выбрасывается из организма всевозможные шлаки, отработанные клетки нашего организма, а замедляется в итоге метаболизм, организма, в итоге весь организм стареет, появляется отутловатость щек, они свисают, веки свисают у людей, понимаете, стареет организм, когда мы видим на человека, что у него обвисшие скулы, например, да, обвисшие морщины, кожа слабеет, и все это из-за позвоночника, и все это из-за гравитации, потому что гравитация, она сжимает наш позвоночник, и как было бы хорошо, когда бы мы его разжали, когда бы мы его растянули, это так иногда хочется сделать, вот, например, смотрите, продемонстрирую, как это лампа, если вы висите, вы растягиваете свой позвоночник, он растягивается, максимально разгружая межпозвонковые диски, между дисками происходит расширение расстояния, и у вас фиброзное кольцо, вот это межпозвонковое диско, оно освобождается, оно расслабляется, оно как резинка такая, чуть-чуть распухает, оно из мягкого состава, сделано из очевидных тканей, внутри жидкости, и когда вы потом ставите на ноги, вы замокаете позвоночник обратно, при этом ваши межпозвоночные диски остаются расслабленные, не сдавливая нервный корсет организма, и это прелестно, именно это мы и добиваемся, когда растягиваемся на турнике, когда мы растягиваемся вверх ногами, например, вверх ногами очень легко растягиваться в инверсионных ботинках, но если вы растягиваетесь просто, кидаетесь на турник, руками хватаетесь, то у вас происходит растяжение ненужных мышц к вашему мышечному корсету, которое вам совершенно не нужно их растягивать, происходят микроразрывы, поэтому для этого есть совершенно другие способы, давайте посмотрим, как вам можно этого избежать и нормально растянуть свой позвоночник, приобретая новые здоровые диетики для своего организма и увеличивая таким способом свою продолжительность жизни здоровым организмом, а не сутулным, скрюченным, немощным, вот именно поэтому хорошо жить долго здоровым, а не каким-нибудь немощным. Подвигали ножками из стороны в сторону, подняли одну ногу, опустили, подняли другую ногу, опустили. Поделать таких упражнений несколько раз, до приятного ощущения расслабления, ни в коем случае не должно быть боли. Затем просто расслабиться, слегка, слегка, отпусти все тело. Дыхание должно быть свободное, ни в коем случае не задерживать дыхание. Затем опускаем ногу с той стороны, где нету боли, затем с той стороны, где есть боль. Слегка собираем позвоночник, поднимаясь на ногах, секунд 10-15 полежая. Почувствуйте, как позвоночник собрался, дыхание спокойное и при помощи рук осторожно встали. Несколько минут в день и ваше здоровье будет вот такое. Поэтому, пожалуйста, не упускайте эту возможность, сделать себе праздник для своего собственного позвоночника. Нагородите его здоровьем и вы почувствуете результат. У вас будет энергия идти вверх, фонтанировать. Вы будете, производительность у вас увеличится, у вас просветлеет взор, засветут ваши мысли. Потому что от позвоночника зависит вся, весь наш организм. Поэтому, пожалуйста, применяйте это упражнение и смотрите мой следующий видеоролик, в котором тоже будет кое-что интересное. Поэтому я с вами не прощаюсь, а говорю вам до свидания, до новых встреч. До новых встреч.